Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Соболезнования президента Республики Западной Армении Армена Кабрамяна в связи с кончиной генерала Ства Цатура Петросяна. Конференция «Арбитражные решения» президента Выдра Уильсона сто лет спустя из Западной Армении. Франция вновь пытается оказать влияние на вопрос Нагорного Карабаха Ле Монде. Ни ковры, ни жители Шуши не смогли защитить друг друга директор ковроткатского предприятия. После отступления в вод озера Ван появились руины порта, принадлежащего Араратскому царству. В Турции пытались тайно продать самую известную католическую церковь Константинополя. Сегодня день рождения Монте Мелкуняна. 24 ноября от тяжелой болезни скончался генерал-майор Ства Цатура Витик Петросян, бывший заместитель министра обороны Республики Армения, первый заместитель председателя Союза добровольцев Ерк Рапа, главнокомандующий отрядом «Орел», председатель общественной организации «Отряд самоубийц Орлы». Президент Западной Армении Арманак Абрамян выразил соболезнование от имени всей Западной Армении семьи генерала родным и военным товарищам. Покойся с миром, преданный сын Родины. 21 ноября Ереванское представительство Республики Западной Армении организовало конференцию на тему арбитражные решения президента Уидера Уильсона сто лет спустя Западной Армении. На конференции выступили президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян и спикер Национального собрания Леонардо Басмаджан. Первая мировая война закончилась на Восточном фронте, когда правительство Османской империи потребовало прекращения огня 29 октября 1918 года. На следующий день в Османской империи было подписано Мудросское перемирие. От имени союзников мирный договор подписывает Великобритания. Прекращение огня Мудрос включает в две важные статьи об Армении и Армянах. Статья 11 предусматривала эвакуацию турецких войск из-за Кавказа. Статья 24 говорила, что в случае беспорядков в любом из армянских районов союзники оставляют за собой право захватить их. 19 января 1919 года в Версале во Франции была создана международная конференция с целью прекращения всех войн и распространения мира по всему миру. 19 января 1919 года в Версале, Франция были созданы международные конференции с целью прекращения всех войн и распространения мира по всему миру. Всего во встрече приняли участие 32 страны. 12 февраля 1919 года две армянские делегации прибыли в Версаль. Делегацию, представляющую Восточную Армению, возглавил Аветис Агаронян. Анубар Паша представлял западных армян. Они предоставили свои требования касаемо Западной Армении. Территорию от Средиземного до Черного моря Джавахка, Арцаха и Нахачевана. Услышав требования армянской страны, глава британской делегации Ллойд Джорд заявил армянской делегации, что армян недостаточно для заполнения необходимой площади. 28 июня 1919 года был подписан договор Лиги нации в рамках Версальского договора. Полный текст статьи доступен на нашем сайте. Франция вновь пытается повлиять на Нагорно-Карабахский вопрос. Эту статью опубликовал журналист Лемон де Петр Смоляр. После 25 лет безуспешной дипломатии в конце сентября конфликт в Нагорном Карабахе внезапно разморозился. Затем, после шести недель столкновений между армянами и азербайджанцами, Ереван был вынужден сдаться. 9 ноября под эгидой России было подписано соглашение о прекращении огня. Пушки замолчали, но ничего не урегулировано. Итак, дипломаты снова взялись за дело, реабилитируя тот же формат Минскую группу, который потерпел неудачу в прошлом. Франция, которая в течение нескольких месяцев осуждала насильственные атаки Анкары в различных кризисных зонах, не может положительно оценивать эту идею и рассматривать другие формулы для контроля за прекращением огня. Но как на это повлиять, задается вопросом журналистов. Полный текст статьи доступен по следующей ссылке. Директор компании «Ковры Карабаха» Севак Хачатрян выразил свою озабоченность. «Нам не удалось ничего вывести из Шуши. Никто не предполагал такого развития событий. Все армяне Арцаха, все армяне всегда считали Шуши одним из самых безопасных мест в Арцахе, неприступным городом-крепостью. Также у компании есть мастерские в Степанакерте и Чартаре. В этот момент работа там была парализована. Продажа арцахских ковров в Ереване в наши дни особенно востребована. Это не просто финансовая потеря. Мы теряем свою историю и культуру». Компания «Карабах Ковер» занимается сохранением традиционного культурного наследия Армении и передачей его будущим поколениям. Уровень воды озера Ван Западной Армении значительно упал, в результате чего в последние годы в провинции Арчеш из-под воды появились исторические постройки. Оказывается, что последние руины, найденные в районе, которые служили портом во времена Араратского царства, датируются примерно 750 годами до н.э. Армяне, которые управляли морскими перевозками на озере Ван, построили разные порты в этом регионе. Один из этих портов известен как порт Деличай. В Турции гражданин Себахатин Гог пытался продать иностранцам самую известную, самую большую католическую церковь Константинополя Святого Антуана под поддельными документами. Согласно источнику, имя Себахатина Гог, который пытался продать Святого Антуана в районе Беуглу, Константинополь упоминается в 34 различных расследованиях. Издание упоминает, что Гог посетил США, Францию, Италию и другие страны, нашел наследника владельца в собственности этой церкви и попытался продать ее. Себахатин Гог был арестован. Следует отметить, что церковь Святого Антуана была основана в начале XVIII века итальянской общиной Константинополя. Антэ Мелконян родился 25 ноября 1957 года в городе Висейлия, штат Калифорния. Он был третьим ребенком семьи американцев армянского происхождения, переживших геноцид против армян Чарльза Мелконяна и Забель Мелконян. Родителям было суждено пережить сына, прославившего их семью. Монтэ Мелконян окончил университет Беркли по специальности археология и история Азии. Выбор профессии был обусловлен твердым намерением вернуться на Ближний Восток. Кроме армянского и английского, Мелконян владел семью языками – французским, инспанским, итальянским, турецким, персидским, курдским и даже японским. Некоторое время он стажировался в Японии. В разгар гражданской войны в Ливане в 1978 году Монтэ Мелконян прибыл в Бейрут. Мелконян принял участие в обороне армянского квартала. Затем Мелконян стал бойцом армянского ополчения в Бучхамуде и в течение двух лет участвовал в уличных боях с фалангистами. Весной 1980 года Мелконян вступил в организацию «Асала». Монтэ Мелконян осуществлял операцию в Риме, Афинах и помогал в подготовке боевиков для осуществления операции «Ван» в сентябре 1981 года. В ноябре 1985 года Монтэ был арестован в Париже и приговорен к шести годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. В начале 1989 года он был освобожден и выслан в Южный Йемен. В 1991 году сразу же по прибытии в Крабах Мелконян участвовал в боях за населенные пункты Базлук, Монашид, Эркетш, Шумянского района. Был назначен начальником штаба Корнедзорского отряда. Возглавив Мартунинский оборонительный район, весь следующий год Монтэ успешно защищал его. Затем он участвовал в Кельбаджарской операции в боях на территории Марта-Кирского и Аскеранского районов. 12 июня 1993 года в селе Мерзилии Монтэ и его солдаты столкнулись с БМП и солдатами азербайджанских воинских формирований. В ходе боя Мелконян получил ранение в голову и погиб. Монтэ Мелконян похоронен в пантеоне Яраполюр. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Махитар Кетчан. Махитар Кетчан Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.